Здравствуйте! Вы смотрите новости на канале Беларусь 37. С вами Данута Хлусня. На площади Славы в Могилеве начали укладку тротуара с гравировкой имен жителей города. Заказать плитку из гранита может каждый желающий. Для этого нужно заключить договор с управлением коммунальных предприятий и заплатить 65 белорусских рублей. По итогу получилось красиво и плиты почти не отличить от тех, что на Аллее Славы в Голливуде даже лучше. Кроме того, на мостовой можно заказать гравировку имени какого-либо деятеля, связанного с историей Могилева. Коммунальщиков уже засыпали многочисленными заявками на изготовление гранитной плиты для главного деятеля родом из Могилевской области. Обвиняемый в покушении на бывшего сотрудника российской разведки Сергея Скрипаля, Руслан Баширов оказался полковником ГРУ Анатолием Чипигой. К таким выводам пришли два интернет-издания после проведения совместного журналистского расследования. Мы решили опередить журналистов Russia Today и связались по телефону с Русланом Башировым. Алло, Руслан, здравствуйте. Слушаю вас. Вы на самом деле Анатолий Чипига? Нет, это не я. Ну вот видите, это не он. Не он. Не он. Не я. Двое мужчин на микроавтобусе безрезультатно пытались прорваться из Украины в Беларусь. В транспортном средстве было найдено 30 мешков с мукой и макаронными изделиями. Ведь не зря на днях президент заявил, что пограничный контроль на границе Украины и Беларуси будет усилен. В общем, теперь все сделано для того, чтобы дешевая мука и макароны не заставили белорусов задуматься, почему в воюющей стране продукты стоят дешевле. Фигуранты дела Белта, редактора Тутба и Дмитрия Бобрика вербовали на допросе в Следственном комитете. Об этом сообщил сам Дмитрий на своей страничке в Фейсбук через полтора месяца после случившегося. Как пояснил Дмитрий, к сотрудничеству его принуждал сотрудник МВД, а сотрудники Следственного комитета оказывали давление, чтобы получить показания по делу. И с нами на связи работник спецслужб, который вербовал Дмитрия Бобрика. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, вы вербовали Бобрика? Да, мы вербовали Бобрика, но он не завербовался. Понятно, спасибо. Внимание, если ты милиционер и хочешь завербовать Бобрика, тебе понадобится мозг, две веточки вербы и магическое заклинание. Бобриков агенты завербую, повышение по службе чую. Если это не сработает... В этой ситуации мы просто наши, это самое, мы уже здесь наши полномочия все. Лидеры стран Содружества независимых государств прибыли в столицу Таджикистана 27 сентября. Президент страны Мамали Рахмон устроил в честь высоких гостей неформальный ужин. Территорию правительственной резиденции, где проходил прием, украсили инсталляциями из даров таджикской земли. Более душевного и такого колхозного приема руководители стран СНГ еще не видели. А мне нравится. И к новостям спорта. Международная федерация хоккея на полугодовом конгрессе, который проходил на Мальте, назвала страну, которая примет чемпионат мира по хоккею в 2023 году. 87-е мировое первенство пройдет в России. Отличный повод в очередной раз отвлечь болельщиков от какого-нибудь повышения пенсионного возраста в стране. К слову, в 2021 году чемпионат запланирован в Беларуси. Жители нашей страны несказанно рады данному событию. Особенно счастливы школьные учителя, которым на этот период времени не придется заполнять собою пустующие трибуны ледовых дворцов. Это были новости недели. Следите за нашими выпусками. Тут показывают хлусню. Да ну то хлусню. Всего доброго. В студии нашей очень прохладно. Лайком подпиской согрей хлусню. Ладно? Субтитры подогнал «Симон»!